Тёплая одежда для беженцев с Украины. Сегодня в Риге открылся бесплатный магазин. Здесь беженцы могут бесплатно получить верхнюю одежду, тёплые свитера, шарфы, шапки, перчатки и обувь. В свою очередь жители Латвии здесь могут оставить ненужную одежду, но в хорошем состоянии. На открытии благотворительного магазина побывала Виктория Пушкила-Отта. Пункт выдачи тёплой одежды или благотворительный магазин, в котором для беженцев из Украины всё бесплатно, находится на центральном рынке по адресу спикеру 3. У входа мы встречаем Татьяну. Она приехала в Латвию из Запорожской области три месяца назад. Здесь в такой организации первый раз увидела в фейсбуке про то, что открыли здесь центр. И нужно было тёплые вещи для детей. Я с двумя детьми приехала. Муж погиб. Муж у меня военный погиб. Мы с оккупированной территории добирались. Очень сложно сюда. Ну, а так, в принципе, всё нормально. Татьяна – медик. Уже устроилась работать в Центре неотложной медицинской помощи больницы Страдыня. Благодарит жителей Латвии за тёплый приём во всех смыслах этого слова. Я учу язык. Некоторые слова уже понимаем, многое понимаю. Учу. Когда первые пациенты приходят, я начинаю на латышском языке. Они слышат акцент. И все, буквально все переходят на русский язык. Это очень приятно. Но по документации очень сложно без знания языка. Поэтому у меня каждый день латышский язык. Я стараюсь, учу. И, надеюсь, выучу. Выдачу тёплой одежды организовала молодёжная организация «Янг Фолкс». Благотворительностью они занимаются уже полгода. На автовокзале помогают беженцам, которые едут через Латвию транзитом. Многие приехали без вещей, особенно без зимних вещей. И всё покупать – это слишком дорого. И не все могут себе позволить. И с транзитными беженцами там вообще беда. Потому что они могут вообще с подвалов выезжать, с оккупированной территории. У них вообще вещей с собой может не быть. И сейчас какой-то минус. У них там какой-то свитерок или лёгенькая курточка. Или дети в каких-то балетках даже совсем не подготовлены к зиме. И мы решили открыть такое место, где будут и в первую очередь теплые зимние вещи, которые пожертвованы рижанами, людьми. На вешалках женская, мужская и детская одежда. Есть шарфы, шапки и обувь. Немного посуды и детских игрушек. Что-то для себя сегодня нашла и Виктория из Житомирской области. Ребёнку. Шапочку, штанишки. Себе там курточку. Ходила, да, здесь ходила, заканчивала. Здесь второй класс. Просто мы собираемся возвращаться, а то по онлайн сейчас учимся. Дома учатся по онлайн. В украинской школе пока есть. А вот и дочь Виктория Алина. Здесь она нашла себе мыльные пузыри и пенал для ручек и карандашей. Как тебе Латвия, расскажи. Хорошо, уютно. Нету сирен. В принципе, хорошо. Что-то из теплой одежды сегодня для себя выбрала и Мария. Очень большое-большое спасибо. Просто нет слова выразить благодарность. В магазине работают волонтёры. Они развешивают одежду и помогают пришедшим сюда беженцам. На них обрушилась война, агрессия. Мы должны помогать людям, которым трудно. Только вместе, я думаю, мы можем победить в этой войне. Чтобы помочь ещё большему числу приехавших в Латвию граждан Украины, местных жителей призывают жертвовать ненужную им одежду. Но просят обязательно в хорошем состоянии. Очень нам нужны также чемоданы, потому что люди могут с торбами приезжать и не успеть. Это у них не туристическая поездка. И у многих эти чемоданы могут рваться в пути, колёсики отваливаться. Это прям супер тоже актуально. Благотворительный магазин по адресу спикеру 3 будет работать каждый день с 10 до 18 часов. Виктория Пушкил-Отто, Отто Айлтс, РУС ЛСМ.